Лекарства впрок. В связи с падением рубля спрос на медикаменты за несколько недель вырос на 15-20%, сообщает ТАСС. В первую очередь дорожает импортная продукция, а это до 80% всего фармрынка. При этом эксперты подчеркивают, что дефицита препаратов в ближайшее время не будет. Мурманские аптеки не испытывают недостатка в лекарствах и пока выдерживают наплывы людей, решивших закупиться на черный день. Подробнее в нашем сюжете. С каждой новой закупкой аптекари переписывают ценники. Отечественные лекарства дорожают некритично на 5-10%, импортные до 20%. Удорожание на фоне общих настроений люди восприняли нервно и побежали набивать домашние аптечки. Но далеко не валерьянкой. Видимо, на успокоительных народ все-таки решил сэкономить. Мы заветили последние два дня некоторое волнение мурманчан. Я думаю, что это прежде всего люди, у которых есть хронические заболевания. И, естественно, их беспокоит, чтобы они не могли остаться без лекарств хотя бы в ближайшее будущее. Прежде всего, покупаются препараты, используемые для хронических заболеваний и импортного производства. Аптекари обнадеживают запасы лекарств на ближайший месяц. Точно хватит. Резких повышений цен пока не будет. Местные фармацевты стараются держать оборону, и розничная наценка остается прежней. На сегодняшний момент стоимость медикаментов увеличивают поставщики. Видимо, поэтому пока большинство все же не впадает в шок при виде чека за покупку и не поддается паническим настроениям. Нет, я не закупаюсь. А почему? Вы боитесь, что пропадут сейчас? Я стараюсь не пить много лекарств. Может, и пропадут. Может, буду жалеть. Не получается, потому что мы постоянно пьем лекарства и закупаем только определенное количество. Все равно у всех лекарств срок годности. А потом мы стараемся покупать нормальные лекарства, то есть подлинник, то есть вот этого, скажем, немецкого производства. Те, которые мы применяем, практически они все есть. То есть мы не ощущаем такого, чтобы не было. Хотя у нас куча болезней. А вот что будет с ценами и ассортиментом после Нового года прогнозировать трудно. Будущее слишком туманно. Больше всего опасений вызывают импортные лекарства. Они дорожают в первую очередь. А это 70-80% рынка. Но отказаться от западных медикаментов и заменить их на отечественные аналоги на сегодняшний день просто невозможно. Сегодня слишком слабо развит синтез. Потому что синтезировать сырье – это самое основное и самое главное для того, чтобы в дальнейшем выпускать продукцию. И вот как только этот процесс будет оптимизирован, и как только синтез начнет развиваться, и промышленность тогда подтянется обязательно. Чтобы переориентировать фармрынок, на отечественные рельсы уйдет как минимум пять лет, считают специалисты. Так что отказаться от лекарств, сколько бы они ни стоили, пока не получится. Но есть и обнадеживающая новость. Стоимость жизненно важных лекарств, а это примерно треть всего рынка, контролирует государство. Цены на них не могут превышать заданной планки.